Региональная, национальная и огромная человеческая в славянских литературах. В Гомеле проходит международное научное читание, присвященное памяти народного письменника Беларуси Ивана Навуменко. Урочистое открытие наведала наш корреспондент Ганна Корольчук. Научное читание памяти Ивана Навуменко проходит в областном центре в 7 раз. На конференцию приехали дети народного письменника и навыковцы из России, Украины, Польши, Испании, Германии и Великобритании. В программе «Сустреча» опошли доследования литературной спадшины Ивана Навуменко, а так само анализ актуальных заяв в культурном жизни славянских народов. Приемно отзначить, что наводзамежные навыковцы выступают на пленарном посаджении с докладами на беларуской мове, как, например, Гунбред Коллер, профессор Альденбургского университета. Будем представить проект, который финансуется немецким фондом ДФК, который занимается, скажем, литературной системой у Беларуси с паронального пункта гляджения первой и третьей 20-го стахода и сучасного периода. И мы будем представить спорник, как и с архивными материалами, которые рихтуются у Немеччин и у Беларуси. Народный письменник Беларуси Иван Навуменко народился у Василевича Хречицкого района. Прозаик, литература-знавца, академик. Ему заслужено належить одно из гоноровых мест у беларуской литературы. Головной темой творога у письменника была «Великая чинная война», а так само «Житие интеллигенции», «Природа», «Дитячий свет». Сирот творог Ивана Навуменко о повести «17-й весной», «Хлопцы-ровесники», «Верас на пожарищах», «Романы ветер у соснах», «43-е», «Сум белых ночей». Зараз усеяны собраны у 10-томным сборы творог народного письменника, які презентовали подчас открытия читанню. Книги уручили представникам библиотек Гомеля и в области. Это академичное выдание. Национальная академия наук рыхтовала, и коллектив працавал. Великим дякую за это. Особные тамы, я веду, кто рыхтовал Карельский пирошеек, ездил на Карельский пирошеек, цикавился. Такого цикавила родима, батькова. Ездили на Василевича, хоть хаты там уже давно нема. Ну хата есть, просто там живут інші люди, глядели мястины, де он народився. Так що молодь отказна до гэты справы поставилася. Ивана Навуменке не стало 12 годів тому. Але філологи і родные письменника заховують пам'ять про його. І про стакіе мероприємства сприяють об'єднанню славянського света і культури. Ганна Коральчук, Євген Макіенко, телерадиоакампанія «Гомель».